Мельница слухов про DC зашла уже слишком далеко. Если верить распространителям слухов We Got Discovered, Warner Bros. и DC Films планируют представить новую версию Джокера, который встретится с Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона, и, играть его, возможно, будет Джонни Депп. – Я считаю что-то, что начинают с letter M. Моран. Мутинь. Мурдер. Кажется маловероятным, что Клоун Принц Преступного Мира появится в новом фильме режиссера Мэтта Ривза Бэтмен, в котором состоится дебют Темного рыцаря с лицом Паттинсона, однако предполагаемые источники этого слуха не противоречат этому. Вместо этого они утверждают, что Warner Bros. уже пытаются забронировать актера на Джокера для сиквела, и что Депп находится на вершине их списка кандидатов. Хотя, если честно, это тоже маловероятно. Как вы, возможно, знаете, We Got Discovered является не самым надежным источником инсайдерской информации. Никакие другие СМИ не сообщили о потенциальном кастинге Деппа, хотя он в настоящее время находится, скажем так, под пристальным вниманием журналистов. Так что слух можно смело помещать в раздел фантазий. Хотя это не говорит о том, что Брюс Уэйн Паттинсон никогда не столкнется со своим заклятым врагом. На самом деле, мы считаем весьма вероятным, что неизбежное продолжение Бэтмена может представить Джокера. Просто в отсутствие более авторитетных источников мы не считаем, что эту роль получит Джонни Депп. Предполагая, что Бэтмен действительно получит как минимум одно продолжение, Джокер наверняка будет вовлечен в какой-то момент. Наверняка можно быть уверенным в одном, хоть мы и говорили об этом уже миллион раз. Но, на всякий случай, для тех, кто всё ещё в танке, ещё разок повторимся – это точно будет не та версия, которую сыграл Хуакин Феникс в прошлогоднем миллиардовом хите. – Я просто пытаюсь сделать людей смеяться. – И как это будет? Мы знаем это по нескольким причинам, и не в последнюю очередь от самого режиссёра Джокера Тодда Филлипса, который развенчал любые предположения по поводу потенциального сиквела задолго до выхода фильма. Variety сообщает, что когда его спросили о возможности столкновения Артура Флека Феникса и детектива в плаще Паттинсона, Филлипс категорически ответил «Нет. Определенно нет. Я уверен, будет ещё много Джокеров в будущем» И это подтверждают фотографии со съемочной площадки Бэтмена, которые убедительно указывают на то, что действие картины происходит не ранее середины 2000-х годов. Действие Джокера происходило в 1981 году, так что Артур Флек уже будет слишком стар для противостояния молодому, бодрому Бэтмену, который будет представлен в фильме Ривза. В этом отношении 56-летний Депп также, вероятно, слишком взрослый, чтобы всерьёз думать о роли Джокера. То же самое касается и Уильяма Дефо, идеей о котором фанаты невероятно загорелись, но он даже старше. Нет, следующий актёр, взявший на себя роль Джокера, скорее всего, будет примерно одного возраста с Паттинсоном, а ему сейчас 33. Да и вообще говоря о Джокере – пускай Джокер 2 ещё не подтвержден, он кажется почти неизбежным, учитывая невероятную кассу фильма. Если так получится, что зеленый свет дадут совсем скоро, то есть шанс, что следующее появление Артура Флека на большом экране произойдет ещё до Бэтмена Мэтта Ривза. Если так и будет, то следующий кинематографический Джокер даже может встретиться с Артуром Флеком, поскольку Мельница слухов также недавно предположила, что в Джокере 2 будет показано, как Артур сразится с настоящим Джокером, более молодым и ещё более жестоким преступником, на которого оказали влияние события оригинала. Румор о Мэттик даже предложил одного возможного кандидата на эту роль – Бена Барнса, который сыграл Джигсо в сериале Marvel Netflix Каратель. Конечно, пока мы не услышим что-то официальное, стоит относиться к этому с большим количеством недоверия. Ближайшая долгожданная картина про Бэтмена прояснит наши подозрения, когда состоится её премьера 24 июня 2021 года. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!